добрый день дорогие ребята дорогие дамы и господа ladies and gentlemen хочу вас поприветствовать старым приветствуем пока еще меня зовут яков файн сегодня 23 марта 2021 года замечательный душевный видеоблог который называется будни америки о жизни и обо всем другом начну как обычно или как мы говорим as usual с комментариев по комментариям давайте-ка мы посмотрим на кое-чего и так вчера был было видео о том как я книжки писал и вот денис пишет яков добрый день прочитал недавно несколько глав из вашей книги java для детей подумал блин почему когда я ходил на курсы по java я к стыду своему не открыл ее подумал что она совсем уже детская там были как раз те основы которые не сумели качественно до нас донести наши преподаватели все стало бы на свои места сколько времени об себе сэкономил вы отлично пишете толково сейчас хочу прочитать вашу книгу quickly typescript пожалуйста не бросайте писать книги по программированию они классные спасибо денис за комплимент вам даже поставлю лайк этому комплименту книга это в этом титуле и в сабтайтл написано для детей по моему от 12 до 80 лет если вы попадали в этот возраст от 12 до 80 лет то наверняка у вас должно было быть быть такое то есть вы бы ее не пропустили но мы не прочитали это она действительно эта книга хорошая книга как как первая книга по языку джава неважно вы ребенок или вине ребенок хотя я пытался там рассказывать для приводил примеры из детской жизни и животные рыбки и так далее но она действительно как первая годится после этой книги если вы уже если вам нравится мой стиль написания так как бы очень просто тогда можно было уже брать следующему книгу второе издание которая вышла в пятнадцатом году по джаве это уже более серьезно и на удивление на удивление люди покупают эту книгу уже сколько почти 6 лет прошло как вышло второе издание а люди покупают за это вам отдельное спасибо следующее что еще валерий пишет вот насчет книг понятно почему нет желания писать як як а почему больше нет писать не желание проводить курсы обучая программирование вопрос конечно интересный вопрос конечно интересный и что я могу об этом сказать понимаете в жизни каждого человека есть время которое как как говорится где в библии это говорится время собирать разбрасывать камни и время собирать камни я разбрасывал камни очень довольно таки долго и наверное время собирать камни то есть должен все должно иметь какой-то смысл какой-то смысл то есть я уже сейчас нахожусь в такой стадии своего развития когда я хочу когда я хочу получать удовольствие от жизни enjoy it life вы думаете я шучу когда я вам говорю enjoy it life нет ну просто у каждого человека есть время в жизни когда ему надо пахать много но должен наступить момент когда enjoy it life и в частности вот этот последние годы пандемия и я смотрел и слышал как люди умирают и как ужасно люди попадают в эти айси ю это терем как это реанимационные отделения госпиталях и даже не не могут поговорить с ближайшими последний минут своей жизни и я себе подумал блин чё дергаться неизвестно все что тебе светит сколько тебе еще осталось жизнь в жизни и поэтому я очень как бы фильтрую базар если так можно сказать я стараюсь не делать того что мне действительно не хочется и не тратить очень много сил на что-то если поговорить конкретно а вот этих курсах онлайн-курсах это должно make sense какой-то это серьезная работа мне подготовить курс это серьезное дело я к этому отношусь очень серьезно это подготовить примеры подготовить слайды подумали какие лучшие аналогии помогут вам понять эту тему или ту или иную тему то есть мне надо тратить много времени зачем возникает спрос зачем материально я не очень вижу каким образом моя бы жизнь изменилась если бы я бы провел в пять курсов онлайн тренингов нет не изменилось морально было бы много недовольных тоже то есть было бы люди карту которые были бы довольны но были бы люди которые были бы недовольны и высказывали бы доселе я бы чувствовал что они недовольны то есть негативные эмоции я хочу уходить от всех негативных эмоций как можно больше у меня это не всегда получается но это одна задача придумайте мне предложите мне какой-нибудь такой бизнес-план который бы позволил мне и не тратить очень много времени и иметь время на то чтобы enjoy it life и проводить курсы которые нравились бы людям что я должен преподавать очередной фреймворк очередной язык программирования не знаю не знаю если что-то придумаете напишите а вот и тоже интересно в эту же тему пишет человек по имени алекс кто-то он пишет не понимаю смысл этих книг бери и читай документацию на сайте разработчика если не в состоянии понять не твое это и . одну секунду алекс прежде чем я отвечу по сути вот когда кто-то говорит и . это говорит о том что помните я вам как-то говорил что даже просто точку поставить это считается агрессивно а когда вы пишете и . это уже вообще это типа вы говорите собеседнику shut the fuck up это надо это белое shut the fuck up она не серая не черная это белое и алекс знает как то есть вот эта фраза и . это 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 портит и ваш месседж но это как бы отступление насчет детских не понять можно пишет алекс дети это святое вот их надо и доводить такого уровня чтобы дети смело читали документацию теперь отвечу вам по сути тут вам отвечали многие люди которые отвечали кстати правильно но и хочу я все-таки свои пять копеек вставить если муж зачем писать книги по программированию или зачем читать книги по программированию когда есть документация во первых хочу вам сказать что во первых вы живете в такое легкое время это игре о программистах когда есть документация действительно я вспоминаю восьмидесятые годы я уже работал программистом тогда поступали те кто те кому повезло мне я считаю повезло я работал в таком проектном институте где были импортные персональные компьютеры уже в конце 90-х они пошли и стала попадать как-то к нам вот это программное обеспечение документации не было вообще никакой или был какой-то там скажем в болгарии где-то был институт я не помню как он назывался уже что-то с инфа было они тырили документацию американскую ну то есть наши тырили hardware железо они под украденное советским союзом железо скопированное скажем так они делали документацию якобы эта документация к этим советским машинам ну эта документация была крайне левая крайне плохая а такие вещи которые мы получали скажем первые они из первых моих курсов были там допустим спрятшит суперкалка на восьмиразрядном роботроне я там делал курсы еще в киеве для женщин из плановых отделов а мне знала документация вообще перевел не имея исходников я перевел лазя там двоичных кодах памяти перевел суперкалк ну или как как он там назывался на русский язык все меню все было по-русски и надо было я делал тренинги и курс не было документации сейчас море документации во многом документация хорошая сейчас есть такие сайты как стайк оверфлой и и все-таки к вопросу так зачем же писать книги по программированию если все то есть а затем что а подавляющее большинство программистов которые работают как профессиональные программисты не синьор не опытные я не говорю что они плохие они еще не успели у них нет 15 лет опыта когда они смотрят на любой новый язык программирования понимает что и там есть и в стейтменты но только может не надо писать фигурных скобочек и что а задачи все одни и те же вот люди которых у которых нет такого большого жизненного опыта и тон документации которые они уже перелопатили и разобрались в чем-то им книги помогают почему потому что я допустим взять последнюю книгу которым написали с антоном моисеевым мы программисты с хорошим опытом с хорошим опытом и мы сделали книгу которая не просто рассказывает там синтаксис языка тайп скрипт синтаксис языка тайп скрипт он помещается там его можно рассказать там на 50 страницах эта книга была на пятистах страниц и давайте я вам покажу ее оглавление мы эту книгу писали так чтобы сделать какую-то big picture который большую такую картину общую чтобы пазл собрался как вот эти все элементики языка тайп скрипт использовать в реальной жизни с реальным проектом давайте посмотрим на оглавление этой книги она состоит из двух частей первая часть это синтаксис языка тайп скрипт я не буду там все раскрывать на там типы данных вот это вот это как раз все вы можете просить документации в технической это я считаю что я умею делать хорошие примерчики даже на вот эти мелкие штучки лучше чем может написать средний человек пишущий документации ну допустим оставим это и вот это вот первая часть которая я не помню сколько там страниц может 150 это синтаксис языка с маленькими отдельно взятыми разрозненными примерчик а теперь вот вторая часть это там где начинается интересно и плайн тайп скриптин блокчейн мы сделали в 8 мрис сколько глав 1 2 3 4 5 6 7 8 9 глав в которых мы показываем сета с этой стороны с той стороны как сделать в приложение мы используем допустим и там строим какую-то такую простую блокчейн но мы пока сначала объясняем что это потом показываем как сделать просто чистым html и тайп скрипт а потом как сделать на сервере в нот был и тайп скрипт а потом мы показываем а как может быть взять какую-то из популярных фреймворков которые используют скрипт вот англ фреймворк с тайп скриптом мы его переделаем те же самые приложи сначала мы рассказываем основы а потом мы где-то а вот здесь делал видите вот здесь основы ангуляра фреймворка а потом и здесь показываем как блокчейн делать на ангуляре а потом что мы делаем а потом мы переходим на реакт другой фреймворк популярный рассказываем basic basic софт проекта потом опять как делать блокчейн а потом мы показываем в ю джейс а потом опять белый лучший то есть вот со всех сторон мы показываем вот это все дело по моему мнению это очень ценно это очень ценно с другой стороны как оценить программисту оценить ценность той или иной книги вот вы покупаете книгу на 500 страниц вы и опять же я говорю о профессиональных программистах не тех мальчиках и девочках которые просто решили поиграться с программированием у которых немерено времени и которых у которых нет deliverables они не должны в конкретный срок что-то выдать своему работодателю мы говорим о профессионалах профессионалы ценят время если что-то если вы прочли 10 страниц из этой книги которая 500 и эти 10 страниц вы сказали честно себе сказать да это мне было действительно полезно и она мне сэкономила два дня или один день один день исследования которые я бы потратил сам на чтение документации 1 день сколько стоит один день программиста сколько я не знаю сколько вы получаете в своей стране 200 долларов вы получаете в день ну хорошо 150 долларов кто-то 350 долларов опять же чем выше и чем больше получаете тем больше вы цените свое время тем больше вы понимаете что книга мне полезна если вы купили книгу за 20 долларов из нее 10 страниц вам были полезны, книга просто золотая. Вы должны на нее молиться и написать благодарственное письмо и грамоту с занесением авторам этой книги. Они вам сэкономили один день работы. Один день. Понимаете? Вот так надо смотреть. Если в книге есть 10 страниц из 500 полезных вам, программисту, шикарная книга, золотая книга. А если в этой книге еще и 100 страниц полезных, ну, это уже, блин, Библия. Просто Библия. Так что читать книги полезно. Конечно, желательно знать авторов и желательно доверять автору. Доверять тому, что у него есть свое видение, как использовать те или иные технологии. Ну ладно, хватит. Что-то я все о программировании, о программировании, когда можно поговорить о Дональде Трампе. Дональд Трамп сделал заявление, интересно, что скоро, вернее, его помощник там один сделал заявление, что скоро мы все с вами будем энджоить новую социальную сеть, которую он сделает или уже делает, не знаю. Дело в том, что вы помните, что Трампа выкинул Твиттер, а потом и Фейсбук. На Твиттере у Трампа было 80 миллионов или больше. Фолловер, последователь, 80 миллионов. Трамп что-то твиттал, и оно расходилось на 80 миллионов человек. То есть его месседж доносился везде. Везде. Помните эту песню популярную? «Ты целуй меня везде, 18 мне уже». А потом его выкинули, Трампа, из Твиттера. Этот месседж, он замолчал. То есть там выкинули, здесь выкинули. И он решил сделать новое приложение, новую сеть по социальным, как это называется, сушил нетворки, где он сможет все-таки высказывать, что он хочет делать и так далее, и так далее. И вот я как раз открыл такой сайтик, он чисто левый, он против Трампа, но как бы нам не мешает его читать. То есть критика чего-то, это тоже полезно. И вот он пишет этот сайт. Чтобы добавить к списку неудач Трампа к предыдущим, таким как владелец авиалинии, оператор, ну оператор, я не знаю, был ли он хозяин или управляющий футбольной команды, он потом стейкхаус какой-то делал, он публиковал журналы, он сказал, что у него был университет какой-то, потом сильно его критиковали, он владел казино, он давал моргаджи, он делал водку и так далее. И они тут пишут, что эта вот новая социальная сеть добавит к списку неудач Дональда Трампа. Ну и вот тут они пишут, что согласно советнику Джейсону Миллеру, который советник Трампа, на Fox News в воскресенье он сказал, что он начнет свою новую платформу скорее всего через 2-3 месяца. У него были типа high-powered meeting, такие очень энергичные встречи о стартапе, в сусе там в Марлаго, он там встречался. И он считает, что это будет такая горячая штучка, hottest ticket in social media, в социальной мидии. Получится ли у него? Ну, во-первых, я хотел бы, чтобы у него получилось, но это сложнейшая тема. Сложнейшая тема. Сможет ли он сделать так, что на него будут подписываться люди в этой сети? 100% сможет. Сколько? Не знаю. Если 74 миллиона человек у нас в стране проголосовало, а 74 миллиона это только граждане, не граждане не имеют права голосовать, то есть еще сколько людей, которые поддерживают Трампа? Ну, пусть всего 90 миллионов. Это очень серьезная сила. Ну, пусть из этих 90 миллионов не все ходят в интернет, не все эрудированные или легко пользуются всякими социальными сетями, ну, пусть 50 миллионов. 50 миллионов у него подпишутся в этой новой сети. Проблема заключается в чем, как я ее вижу? Не проблема, а вопрос. Это будет сеть для Трампа? Или это будет сеть похожая на Facebook или на Twitter, где люди смогут общаться друг с другом тоже? Если это будет сеть, где, если вам интересно, что говорит Трамп или республиканская партия, и вы можете туда зайти, окей, да, это возможно. Я думаю, что в такой роли Трамп сможет сделать такую сеть. Как просто еще одна газета, может быть. Газета с расширенными комментариями, где правая газета, и где Трампу никто никогда не закроет рот. Но если мы говорим о серьезной социальной сети, которая сможет конкурировать с тем же Facebook, с тем же Twitter, у меня есть большие сомнения, что это у него получится. Это настолько сложно сделать, и сколько людей пробовали, и сейчас есть всякие другие какие-то альтернативы, и тот же Parler, и еще там какие-то есть Jab, я уже не помню какие, они не взлетают, потому что люди уже сидят в Facebook, люди построили себе такую среду обитания, свои группы какие-то, своих друзей, они обсуждают свои темы, каким-то образом можно ненавидеть Марка Цукерберга, но он что-то знает, он делает что-то правильно, он нашел баланс между количеством рекламы, и количеством информации, и удобствами, которые он предлагает своей сетью Facebook. Сможет ли это сделать Трамп в ближайшие годы, конечно, нет, конечно, нет, еще раз говорю, он сможет сделать себе такую площадочку, трибуночку, где он сможет выступать, да, но социальную сеть не верю пока, не верю, я запишусь, я на него подпишусь, возникают следующие темы, мы все видим, как незаконно, незаслуженно, и как нам всем обидно, что Трампа выкинули из Twitter, за то, что он типа говорил такие вещи, которые консерваторы, республиканцы и вообще те, кто справа говорят, окей, хорошо, а как в новой этой сети будет с теми, кто слева, им будут закрывать роды или нет, надеюсь, что нет, а если там какие-то насильники появятся, которые, например, будут пропагандировать насилие, или унижать женщин, как с этим бороться, то есть, если ты будешь делать сеть, где, которая без цензуры, а без цензуры это что, без цензуры это телефонная компания, телефонная компания вам дает сигнал, вы снимаете трубочку, набираете номер и вы говорите о чем, что вы хотите, вообще о чем, о белых, о черных, о красных, о зеленых, никто вам из телефонной компании не позвонит и не скажет, ты что, это в последнем разговоре с Машкой кого-то назвал на букву N, ах ты сволочь, не делает это телефонная компания, они абсолютно и дифферентны к контенту, а в социальной сети, ты как будешь разрешать или нет, то есть цензура будет какая-то, а кто скажет, что можно, а что нельзя в твоей сети, ой, это очень много вопросов, ребята, очень много интересных вопросов, ближайшие годы, не думаю, что Трамп сделает сеть, которая будет хоть каким-нибудь конкурентом, фейсбуку или твиттеру, но он сделает сеть, которая позволит более свободно высказываться по разным темам, посмотрим, что из этого получится, я ему желаю успеха, но, как говорится, I have my reservations, то есть у меня есть некие сомнения на эту тему, идем дальше, идем дальше, Берни Сандерс, Берни Сандерс, кто помнит Берни Сандерса, давайте мы найдем его фоточку, он, помните, этот старик седой, с дикими глазами, сейчас я его найду, он выступил против Илона Маска, Илон Маск у нас священная корова, как вы понимаете, а Берни выступил против, вот оно, ну вы помните, Берни, не мне вам рассказывать, вот это мне нравится, вот это мне нравится, это Берни Сандерс, он знает, как надо, он социалист, крайний левый, хочет все забрать и поделить, обложить всех налогов к чертовой матери, ну, что он сказал, в частности, что он сказал, Илон Маск, конечно же, направо и налево рассказывает, как он хочет сделать, чтобы на Марсе яблони цвели, или как пелось в этой песне, известно, как он будет посылать людей туда, людей сюда, организовывать жизнь здесь, на разных планетах, вот, и Берни Сандерс ему сказал, что ему бы лучше, Илону Маску, сконцентрироваться на земных проблемах, а не на воздушных, на воздушных, он пишет, он пишет, что он хочет, чтобы к 2050 году миллион человек побывал в космосе, вот такие у него амбиционные планы, у Илона Маска, а тот говорит, фокусируйся на земле, и надо вообще сделать прогрессивную, еще более прогрессивную систему налогообложения, чтобы богатые платили больше, и больше, и больше. Илон Маск говорит, мы собираем ресурсы, ресурсы, в плане финансовые ресурсы, для того, чтобы сделать жизнь мультипланетной, он говорит, то есть многопланетной, чтобы люди жили, а Берни говорит, нет, фокусируй, облагай налогом тех, кто зарабатывает много. И он говорит, что он отвечает ему, Сандерс отвечает ему на вот эти все мультипланетарные амбиции, он отвечает, что путешествие в космосе это прекрасная идея, но сейчас мы должны фокусироваться на Земле и создать прогрессивную систему налогового обложения так, чтобы дети не голодали, чтобы люди не были бездомными и чтобы у всех американцев были медицинские страховки. Он также сказал, что высокий уровень неравенства в Америке это угроза нашей демократии. Нашей демократии. Надо вообще заметить, что если взять Илона Маска и Джеффа Безоса, два человека, два. Джефф Безос это начальник Амазона, этот начальник Теслы, SpaceX и так далее. Если собрать их состояние в двоих, то это состояние больше, чем 40% вообще всех остальных американцев. 40%. Они действительно собрали кучу денег, они действительно дают очень много работ, благодаря им очень много людей имеют, что кушать на самом деле. они голодают. Они не являются причиной того, что люди голодают, а наоборот. Они являются причиной того, что люди не голодают. Понимаете? Вот так я смотрю на это. И просто говорить о том, что из-за них такие проблемы, проблемы бездомных это не из-за Илона Маска. Это психические проблемы у людей, это проблемы демократических левых, которые создали системы управления в городах, графствах и штатах, которые поощряют то, что люди ничего не делают, а сидят на пособии, пособия маленькие, а на работу ходить не надо, сразу всякие мысли, о чем не уколоться героинчиком, понимаете? И после героинчика начинаются психические проблемы, уже в семье жить нельзя и они живут на улице. Почему бы тому же Берни Сандерсу не сказать, как решить проблему бездомных, как сделать им такие шелтеры, вот эти вот убежища, которые есть, в которых не хотят жить многие очень бездомные. Как это исправить? Как это сделать? Он не знает. Он говорит, надо забрать у Илона Маска и раздать бедным. И что, если вы Холмлесу дадите денег сейчас, он перестанет быть Холмлесом? Я хочу, кстати, вот сказать, он сидит с этим вот такую вещицу. У нас сейчас опять потянулись очереди в дизайнерские магазины типа Гуччи и так далее. Много там людей, чья жизнь имеет значение в этих очередях. Опять. Почему? И к бабушке не ходи. Народ получил по 1400 долларов чеки. Уже начали получать и многие получили уже эти чеки на человека. На любого человека, кто получает меньше 75 тысяч долларов в год. А чем меньше ты получаешь денег, конечно, тем больше твоя жизнь имеет значение. Это прямая зависимость. Или обратная зависимость, если так будет правильнее. И вот они потянулись и тратят деньги в Гуччи на дорогие вещи. Ну как это, ребята, как это? Если ты бедный, если у тебя нет денег, неужели Гуччи это главное, чего тебе не хватает? Конечно, это их деньги, они имеют право делать с ними все что угодно, но это очень странно. Ну очень странно. И вопрос у меня к вам, соответственно. Вот вы, дорогой мой товарищ, дорогой мой товарищ и брат, что бы вы сделали, если бы вам вдруг прислали чек на 1400 американских долларов. Можете написать. Простой комментарий. Если бы мне дали 1400 долларов, я бы сделал тот. Напишите. И давайте прочитаем, что у нас тут за компашка собралась и что бы они сделали с такой немаленькой суммой, я бы даже сказал. Немаленькой суммой. Ну вот. Теперь еще одна темка, которую я хотел бы обсудить с вами. Есть один городишко, которое называется Эванстон. Эванстон. Этот городишко находится в пригороде Шикаго. У нас не говорят Чикаго. Шикаго. Ну вы говорите как хотите и так далее. Одним словом, такая тема, такая тема. Вот мы сейчас почитаем Associated Press. По-английски они бы говорили по-британски Associated. Но мы-то с вами американцы, поэтому мы говорим Associated. Итак, первый город в штате Иллиной, опять же, вы бы сказали в штате Иллинойс, но As Silent не считается, поэтому мы говорим Иллиной. Первый город начал предлагать черным жителям репарации. Э-э-э-э-э-э-э-э-ээ-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-ээ-э-ээ-э-ээ. Итак, первым городом стал городок Эванстон, это вообще город, в котором живет 75 тысяч населения, который начнет выдавать репарации за прошлую дискриминацию и за оставшиеся эффекты рабства. Проголосовали в городском совете 8 к 1 за это. И они начинают с того, чтобы первые 400 долларов были распределены между теми домашними хозяйствами, где живут черные люди, и они eligible. Они eligible. То есть там потребуется некое доказательство, что ты произошел из африканских стран и у тебя были в роду рабы. И вот каждый, они сказали, что каждая, если вы попадаете, ваша семья попадает под те определения, которые они там сделают, то вы получите 25 тысяч долларов, ну не просто так, чтобы в гуче сходить, а на то, чтобы делать ремонт дома или положить первый взнос на покупку дома. Откуда будут деньги? Где деньги Зин? Это всегда вопрос, который всегда вот тут, где-то там in the back of my mind. Где деньги Зин? Ну то есть 400 долларов, 400 тысяч у них уже есть, но они сказали, что они, эта программа будет финансироваться с помощью 3% налога на что? На продажи от Recreational Marijuana. Марихуана, которая продается официально не по медицинским соображениям, а просто для того, чтобы побалдить. To recreate. Для того, чтобы восстановить свои силы. То есть будут облагаться налогом. Говорят, что они будут собирать налогами вот за эти 30%. Они говорят, что за 10 миллионов они, вернее, они надеются раздать 10 миллионов за следующие 10 лет. 10 миллионов это миллион в год. То есть видите, можете себе представить, какие там налоги дерут те, кто продает марихуану. 75 тысяч народу живет в этом городе, из них афроамериканцев 18%. То есть не так уже и много. Что из этого получится? Я не знаю, что из этого получится. Считаю, что в принципе демократические начинания и такие неестественные начинания обращены на провал. Конечно, кто-то получит. Конечно, кто-то действительно отремонтирует дом или положит на новый дом. Но более тонкий вопрос, кому надо давать, а кому не надо давать эти деньги. Как их давать, эти деньги? Это как? Это дать кредит в некоторых магазинах хостоваров? Или напрямую эти 25 тысяч будут переведены к тому банку, который тебе дает ипотеку? Как это будет сделано, мне интересно, я не знаю. А главное, кто является черным, который eligible, которому положено. Просто черные всякие, тут у нас острова всякие, Багамские, Карибские и другие. Там такие люди черные. Чернее не бывает. Но они не те черные, потому что есть много оттенков черного, как вы знаете. Нам нужны черные, которых привезли конкретно из Африки и конкретно в виде рабов. Даже если рабовладельцы сами были черными, что и было вначале, но главное, чтобы у вас кто-то был среди рабов. Как это понять, не знаю. Есть ли у вас черная кровь? Не знаю. В принципе, у нас тут есть одна компания, уже очень много лет. И я знаю людей, которые делали этот тест ДНК. За 99 долларов, а сейчас, по-моему, можно и за полтинник, там всякие купоны. Она называется что-то типа 23andMe. Они делают ДНК, ваш ДНК-тест. И присылают вам такой отчет. Они вам присылают сначала на борт, туда надо плюнуть. Ну, может, не плюнуть, но взять что-то там, мазнуть себе во рту, где-то там слизистая оболочка или слюну. И отправить им обратно. Они вам присылают потом отчет и говорят, где у вас сколько крови какой. Вы можете понять, вы можете увидеть, что у вас есть монгольская кровь, или наоборот, только российская, русская кровь. Или вы можете увидеть, что у вас в основном еврейская кровь, или у вас может быть какая-то скандинавская кровь. Я видел такие отчеты. У меня знакомые это получали. Другу у нее нашли скандинавскую кровь. И у одного нашли, скажем, ну, допустим, у вас нашли, что у вас 99,3 еврейской крови, а 0,7% африканской крови. Они это покажут. Положена ли вам какая-то доля от этих 25 тысяч? Откуда вы здесь, если у вас африканская кровь? Наверняка вас привезли. А как вас привезли? А рабом? А есть справка, что вас привезли рабом? Не знаю, люди, не знаю, не знаю. Будем посмотреть, чем это все кончится. Но при этом они говорят, что еще люди должны жить в этом городе, начиная с 1919 года по 1969 год. И они еще должны показывать, как их дискриминировали в плане жилья. Потому что у города были те практики, законы и порядки. Посмотрим, что из этого получится. Но если меня слушают африканские американцы, которых привезли рабами, я не знаю, в какой стране вы находитесь, может быть, полезно на это посмотреть. И что я думаю, сейчас начнется некое передвижение народов у нас в Америке. Передвижение народов, при котором народ потянется в такие города, где дают репарации. С другой стороны, если ты там не жил с 1919 по 1969, ты не будешь, тебе не положено. С другой стороны, появятся города, где не будет такого требования, где не важно, где ты жил раньше и так далее. Посмотрим, чем это кончится. Я им желаю успехов в личной жизни, это несомненно. Ну и напоследок покажу вам пару фоточек с границы. Как вы знаете, у нас кризис на границе, на южной границе с Мексикой, где очень много скопилось иммигрантов, нелегальных, особенно детей. Там 15 тысяч детей, 15 тысяч детей, которые перешли уже границу. Администрация Байдена не называет это кризисом, они выбирают другие слова, они говорят, что это челлендж, это вызов. Трампа можно было поливать как угодно, у него никогда такого ужаса не было, но теперь у нас это временно, это челлендж. Более того, если раньше у них была политика catch and release, слови и выпусти. То есть словили их, этих, которые прошли, им давали notice to appear in court, это бумагу, такую, как это называется, повестку типа, что вам нужно явиться в суде, в суд в такое-то время, в такой-то день. И ваше дело будет разбираться по убежищу, политическому или какому. То теперь они даже вообще стали ловить этих людей, выпускать их внутрь в страну и даже не требуют у них, чтобы они явились в суде в такое-то время. Они им говорят, если вы хотите дальше, чтобы рассматривали ваше дело по политическим убежищам, вы должны сами решить, когда и где вы хотите явиться в суд и так далее. Вообще уже такой ужас, вы не понимаете. Такая вообще лживая администрация Байдена, такой я уже давно не помню, за 30 лет, что я здесь живу. Говорят одно, делают другое, для своих одни слова, для чужих другие слова, ладно. Короче, они не пускали журналистов туда вообще. Но каким-то образом кто-то пролез уже туда, там были конгрессмены, но журналистов не было. И вот фотки leaked, утечка фоток произошла. И вот мы давайте посмотрим на эти фоточки, посмотрите. Целлофаном затянутые какие-то квадраты, народ лежит на полу, бедные эти дети несчастные. И смотрите, это они там сидят. Я не знаю, где там эти туалеты у них несчастных, наверное, есть. Вот, укрываются такими, как из фольги, вот такими одеялами, вероятно, поднимете плечик, чем просто так лежать. Какие-то матрасы затянутые, целло. Посмотрите, это не кризис? Байден и его пресс-секретаря Джен Сапсаки говорят, это челлендж, хо-хо-хо, челлендж. Это челлендж, бедные дети, посмотрите на них, как мне их жалко. Как мне их жалко. И я надеюсь, что у них что-то получится. В связи с такой ситуацией, конечно, возникают разные мысли и вопросы. С одной стороны, можно сказать, это ужас, ужас, ужас. И как говорил в свое время Трамп, что они не присылают нам the best people, а присылают необразованных, некоторые связанные с картелями мексиканскими. Кстати, здесь основные люди не из Мексики, а какой-нибудь там Гондурас и так далее. То есть, с одной стороны, это плохо, что вот столько народу к нам прибывает. С другой стороны, если подумать по-человечески, это молодые люди, молодежь. К нам валит молодежь. Да, они как-то устроятся. Они работящие в основном, конечно же. Да, есть некоторые из них, которые не работящие. Там у кого-то будут преступные связи с мафией. Но большая часть как-то выучатся, начнут работать. Пусть неквалифицированная работа, пусть будут травку стричь или еще что-то делать. Но они станут на ноги, потому что все-таки страна бизнес-ориентед, и здесь все поднимаются. И в результате к нам идет прилив молодой силы, молодежи, которая не будет сразу садиться на шею государства. Сейчас там как-то им государство кому-то поможет, благодаря тому, что у них есть статус беженца. Но потом они все отбатрачат, понимаете. В отличие от, скажем, пожилой эмиграции, которая была из Советского Союза, выезжали семьи, привозили стариков. Старики сразу здесь садились на welfare, СССР, и государство это стоило денег. А среди них, кстати, нагрузка на государство, я не думаю, что будет такая супер-дупер, такая же большая. Но другое дело, что их очень много. А подумайте о матерях. Это до какой степени должно быть плохо жить в той стране, что они сказали бы своим детям. Дети, идите туда. Мы вас не увидим. Когда увидим, не знаю. Доберетесь ли вы до Америки, не знаю. Люди неделями добирались до Америки. На поездах, на пароходах кто-то погибал, кто-то там падал с поездов, с крыш, из этих бедных детей. И вот они добрались до нас. Увидеть ли они маму, папу, неизвестно. Может, увидите. Начнется другое. То, что называется chain immigration. Тогда один зацепился здесь, потом он вызывает маму с папой. Через несколько лет уже те подтягиваются, другие силы и так далее. Все бывает. Но кем надо, какой тяжелой жизнью надо жить, чтобы взять своих детей и сказать, иди за три-девять земель в Америку. Вот так. Сумочка, ранец на спине, трусы, футболочка, майка. И иди. Это, конечно, ужас. Разрывается сердце. И особенно обидно, что эта идиотская администрация прячется, скрывается. Если бы они признали, что такая большая серьезная проблема, им бы помогли тоже люди. Люди же не животные. Ну, а в связи с тем, что вот такая ситуация сложилась, мне пришла в голову песня, которая в свое время я ее напевал, когда я уехал в Америку один, оставив жену с ребенком дома, и сказал, милая, не знаю, когда увидимся. Тогда была популярная песня, ее пела Ирина Шведова, она называлась «Америка разлучница». Я думаю, что эта песня была бы популярной в Гондурасе, если бы была гондурасская версия этой песни. Давайте-ка кусочек послушаем. Не знаю, где тут кусочек надо слушать. Может быть, отсюда попробуем. Америка разлучница Будьте здоровы, ребята, благополучны. И надеюсь, что у вас не будет тяжелых расставаний, а будет только классные, отличные встречи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok